Всё дальше с каждым годом уходит в прошлая дата начала Великой Отечественной войны. На смену одним поколениям приходят другие, и, казалось бы, сегодня, на расстоянии 80 лет, у молодёжи совсем иные интересы. Но это не так, а в подтверждение тому стартовавший у памятника стражам границ Брестя областной патриотический проект «Марафон мужества», который не в первый год протягивает нить между прошлым и будущим, связывая поколения. «Определённая часть истории Великой Отечественной войны связана с Брестом, связана с пограничниками, с началом Великой Отечественной войны. Наверное, это вполне логично, что этот «Марафон мужества» стартует именно в Бресте. И не только все эти памятники, которые есть и существуют вдоль границы, это и наши заставы, которые имеют свою историческую составляющую начала Великой Отечественной войны. Мы об этом должны помнить, мы должны знать. Это, наверное, наша история, это наша составляющая патриотического воспитания. В рамках этого проекта мы ставим различные задачи и цели, преследуем. Хочется сказать, что это и благоустройство воинских захоронений, это историческая память. Молодёжь начинает задумываться о том, какие события были 22 июня 1941 года. И, конечно, когда мы будем посещать заставы в Челеево, когда мы будем посещать место расстрелянных детей в Леплёвке, скажем так, равнодушным оставаться нельзя. А равнодушным действительно остаться невозможно. Ведь за годы войны в нашей стране из 270 городов и районных центров 209 было разрушено и сожжено. Погиб каждый третий белорус. На защите рубежей большой страны стояли солдаты, люди которых сегодня мы называем героями. Имена их увековечены на гранитных досках мемориалов, стел и памятников. Памятный знак стоит и в деревне Челеево. Это место первых боёв солдат 5-й пограничной заставы в июне 1941 года. Взятие пограничной заставы немцами был отряжён пехотный батальон. Кроме того, здесь, согласно воспоминаниям участников боя, которые после войны приезжали и нарисовали схему, как это всё происходило, были задействованы в том числе и четыре танка, которые шли. Учитывая, что у военнослужащих, которые защищали заставу из тяжёлого вооружения, было всего лишь два пулемёта, то, что они продержались почти сутки, безусловно, является одним из примеров героизма, проявленного пограничниками в первых боях на государственной границе. После боя местные жители похоронили героев под этим дубом. Позже останки павших были перенесены. А здесь, благодаря инициативе ветерана пограничных войск Николая Текунова, был установлен памятный знак. Вы понимаете, что пришлось выдержать этим людям. На заставе насчитывалось около 70 человек. Командовал этой заставой младший лейтенант Богомаз. В живых от этой заставы, кто смог дать и рассказать о том, что здесь случилось, оказался один. Это старшина Максимов. После беседы с ветераном, участники марафона занялись благоустройством территории и посадкой памятной аллеи. Для меня, как для студентки исторического факультета, у меня ещё такое направление политология. Это, безусловно, важно. Важно приезжать на подобные памятники. Важно чувствовать это замирание сердца каждый раз. Уважение к тому, что делали наши предки, к тому, какой ценой они получили мир, к чему мы пришли, какой болью это всё зарабатывалось. Естественно, это не первые, не последние акции, которые будут проходить. Символично, что на этом героическом месте участники марафона высадят 17 деревьев по числу погибших, 16 солдат и одного командира.